Значит, давайте поделимся. Два совершенно разных вопроса. Первый вопрос. Все время у меня перед глазами четверостищник, последний четверостищник Владимира Семеновича Высоцкого, который на столе лежал, когда он умер. Я был на его и выносить тело в 5 утра. Я знаю, мы все вместе это все собирали, остатки. Психотворение выглядит так. Мне меньше полувека, но у него 40 с лишним, я жив одной тобой, там и Господа храним, но это мы отодвинем. А дальше для меня важно. Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним. И мне уже есть. Но я хочу за последние, которые не так уж много у меня осталось, сделать как можно больше. Я еще считаю, что у меня есть сил, я могу делать, творить, созидать. Это в самых разных вещах. Я хочу еще снять одну, может быть, две картины, пока у меня есть силы. Хочу, чтобы она понравилась и дошли до сердца. На первой картине я хотел, чтобы люди плакали, рыдают так в кино, в этом. Значит, я, так сказать, правильно поставил задачу. И в этой картине, в моей, которую сейчас я сделал. И будущее я хочу сделать, трогать сердце. Я не хочу просто так делать. Поэтому для меня это очень важно. Вот уже вспоминая, хочу вспомнить еще Ахматова, я обернусь беззвучную зимой и вечно и навек закрою двери и все-таки услышат голос мой и все-таки опять ему поверят. Вот я это очень хочу, чтобы моему голосу верили и прислушивались к нему. Вот, так сказать, такая у меня перспектива. Чтобы я переделал свою жизнь из всего, что прожил, только одно. только свой последний брак, который категорически просто для меня потрясением был, как может быть, как может человек измениться вообще, так сказать, до такой степени. И столько добра, сколько было сделано. Поэтому единственное, чтобы я вычеркнул в своей жизни полностью, это вот брак с этой женщиной.